Вот смотрите, какая ситуация. У меня нет официальной статистики, но только из моих знакомых, знакомых-знакомых, за последний год приняли решение уехать из страны примерно 20 человек. Это молодые люди в первую очередь, люди от 20 до 35 лет, люди, которые по большому счету не очень интересуются политикой. Это молодые ученые, это предприниматели, это деятели культуры. Почему они приняли это решение? Потому что с некоторыми я разговаривал лично, пытался его переубедить, потому что у них создается ощущение такой холодной гражданской войны. Ощущение ползущего мракобесия, которое после выборов президентских только, по их мнению, усилится. Да, каждый по отдельности случай, дело Кирилла Серебренникова, истерика вокруг Матильды с поджогами, угрозами, ситуация вокруг эхо Москвы, сейчас нападение на Татьяну Филингару, или, допустим, дело Юрия Дмитриева, который сейчас прямо в эти минуты находится в СИЗО. Все эти дела, каждая по отдельности, можно рассматривать и находить там виноватых, находить повод. Но всё вместе, всё вместе, это создаёт ощущение нагнетания атмосферы той самой ненависти, о которой говорила Людмила Михайловна. Всё вместе это создаёт ощущение некой кампании по преследованию инакомыслящих. И даже если это в каждом конкретном случае не так и мотивировано конкретными ситуациями, даже если для этого есть объяснение. И о том, о чём сейчас Николай Кавлович говорил как раз, про, опять же, атмосферу ненависти, преследования инакомысля, всё это есть. И это выгоняет многих молодых, в том числе лучших, из страны. Вы сказали очень важные слова о взаимном поощрении, об объединении нашего общества. Сейчас у нас действительно замечательная дата, раз в сто лет, говорят, такое бывает, столетие Октябрьской революции или Октябрьского переворота, расколовшего страну, обернувшегося огромными трагедиями. Сегодня вы будете присутствовать на открытии памятника мемориала жертв политических репрессий. Мне кажется, это потрясающая возможность вам, как лидеру государства, обратиться к народу и призвать к тому самому объединению, которое невозможно без прекращения той самой холодной гражданской, без прекращения той самой истерии, нагнетания ненависти, которые чреваты очень плохими последствиями, я думаю, и для власти, и для общества, и для всех нас. Я абсолютно уверен, что ваш призыв такой будет услышан кем надо, и государственным телевидением, которое, скажем так, не последнюю роль играет в нагнетании той самой истерики. И еще хочу заметить, что не знаю, как это сделать технически, я прекрасно понимаю, что вы не можете взять и сказать, вот давайте сейчас прекратим те или иные уголовные дела. Но, опять же, я уверен, что ваш призыв, ваш месседж будет услышан. Сейчас идеальное время для того, чтобы как раз помиловать политических заключенных, либо пересмотреть как минимум уголовные дела в отношении них. Мне кажется, это будет предельно полезно для всего нашего общества и для его объединения как раз в эту годовщину. Спасибо большое. Что касается истерик, то я не думаю, что есть какие-то истерики. Хотя всплески, безусловно, имеют место. Но они везде же есть. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах. Но вот там уж истерики, так истерики. Согласен, Ваня Иванович, но мы-то живем в России, правда. Меня больше волнует Россия, а не Соединенные Штаты. Если позволите мне сказать, я закончу свою мысль. Значит, это первое. Второе, что происходит в Европе и с Брекситом, и сейчас в Каталонии, и сейчас вот у нас намечается ещё там бог знает чего, и с терроризмом, и с возвратом, и с беженцами. Ну вот истерики так истерики. Посмотрите, что там происходит. Поэтому всплески, они естественные. Мне кажется, не нужно этого пугаться, не нужно ждать у нас полного какого-то затишия. Такого никогда не было и никогда не будет. Но то, что мы должны реагировать на эти всплески, здесь я полностью с вами согласен. И нужно минимизировать негативные явления от этих всплесков. Вы их некоторые перечислили, я не буду повторять, но я солидарен с вами, как мне покажется странным, по некоторым позициям, которые вы изложили. Что касается дел, ну, дело Серебряника. Он что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Вы знаете, кто только на меня с этим не выходил. Ну, а замдиректора Эрмитажа, а замминистра, прокуратура, по-моему, кстати говоря, оспаривает его в вынесении решения суда по его делу и так далее. Там много чего нам, их тоже освобождать? Вы понимаете, ну, давайте мы как-то будем относиться по-равному ко всем. Нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать. Но всё-таки мы все должны исполнять законы вне зависимости от того, каким видом деятельности мы занимаемся. Вы упомянули эхо Москвы. Ну, это-то здесь при чём? Ну, больной человек пришёл. При чём здесь свободное слово? Владимир Иванович, а вы… Да, можно я закончу? Приехал из Израиля, так? Напал на эту журналистку. Эхо Москвы работает за государственные деньги. Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция? Или в Штатах? Это невозможно. Даже Russia Today и спутник наш загоняют в список не в такой, как у нас, а там конкретные ограничения, причём очень серьёзные, не морально-этического характера, а административно-финансового. Поэтому это не значит, что я не согласен с постановкой вопроса в целом. Хотя я знаю людей, которые выезжают. Количество отъезжающих резко сократилось за последнее время. Но те, кто уезжают, тоже не очень хорошо. С другой стороны, у нас свободная страна. И человек – это нормальное дело, когда он где-то поработал, куда-то уехал, потом вернулся назад. Многие возвращаются сейчас, кстати говоря, и люди творческих профессий, особенно учёные. Я с ними регулярно встречаюсь. Я не хочу, чтобы кто-то уезжал вообще. Я думаю, что мы вместе с вами, с помощью ваших рекомендаций, должны добиться того, чтобы наиболее ценные люди, те, которые могут принести максимальный результат в ходе своей работы, этот результат реализовывали бы и себя реализовывали здесь. Добивались бы этого результата и здесь, и себя реализовывали здесь. Ну, если этому что-то мешает, конечно, мы с вами для этого и собираемся, чтобы определить, а что это такое. Ну, вот вы обратили внимание на некоторые вещи. Я их для себя пометил. Ну, думаю, что вы должны согласиться с этими аргументами, которые я привёл. Вы хотели что-то? Со многими соглашусь, чтобы просто дальше не задерживать. Безусловно, хочу, чтобы выступили все остальные. А просто даже если это обычный псих, вот в голове у обычного психа триггер работает быстрее в условиях атмосферы определённой. Да он же у нас не жил, он же из Израиля приехал. В ваших силах призвать эту атмосферу изменить, Владимир Владимирович. Вы можете это сделать. Он израильский гражданин, он оттуда приехал. Это вообще не имеет значения. Как это не имеет значения? Он же в этой среде, где вы говорите, такая обстановка. Или там? Он там жил. При чём здесь обстановка? Я говорю о главном, о чём мы с вами оба говорим. Мне кажется, в ваших силах повлиять на атмосферу в стране. Мне кажется, если вы это сделаете, будет очень... Да, но вот что касается атмосферы в целом, думаю, что вы правы в том, что мы должны на это оказывать воздействие. Я услышал вашу рекомендацию, и действительно, без всяких шуток, без всякой иронии, я подумаю, где и как, при каких обстоятельствах сделать это так, чтобы этот призыв услышало как можно больше людей. Спасибо большое.